Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Задержанием крупного оптовика завершились оперативно-розыскные мероприятия сотрудников наркоконтроля. Изъят почти один килограмм альфа-ПВП. 20 февраля оперативники наркоконтроля и госавтоинспекции при поддержке ОМОН задержали 30-летнего безработного жителя Гомельского региона. С собой у мужчины был пакет с тремя полимерными свертками с кристаллическим веществом. Судебные эксперты установили, что это особо опасный психотроп, неиспользуемый в медицинских целях альфа-ПВП. Масса изъятого наркотика составила почти один килограмм. Товар предназначался для распространения мелкими закладками по 0,6 грамм на территории областного центра. Таким образом, из незаконного оборота изъято свыше 1700 доз опасного синтетика. Следователи возбудили уголовное дело, задержанный находится под стражей. Водитель при проверке предъявил удостоверение, которое оказалось поддельным. В Добруши при проверке документов водителя Лады Веста с регистрационными знаками Российской Федерации сотрудники ГАИ усомнились в подлинности прав. Даты рождения гражданина, указанные в паспортных данных, и в удостоверении отличались. Документы изъяли и направили в Гомельский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз. В результате проведенных исследований специалисты установили, что бланк изготовлен не на специальном производстве, а на цветном принтере. При этом элементы защиты бланка имитированы. В отношении водителя Добрушским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. За прошедшие сутки на территории Гомельской области произошло два серьезных ДТП, в которых пострадали люди. Происшествия произошли утром в Ельском и Реческом районах. В обоих случаях водители не справились с управлением и оказались в кювете. С травмами их доставили в медучреждение. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.